Привет, меня зовут Варя. В прошлом выпуске мы говорили, почему феминизм в нашем обществе это важно и почему я считаю себя феминисткой. В этом выпуске я предлагаю максимально быстро разобраться, с чего в принципе все начиналось. Еще за 100 лет до начала первой официальной волны в Америке была первая официальная феминистка. Все началось с жены второго президента США Джона Адамса, Абигейл Адамс, которая происходила из семьи проповедников. Соответственно, с детства она имела доступ к обширной библиотеке своего отца и деда и получала образование. В детстве Абигейл была болезненным ребенком, что помимо того, что она девочка, в принципе давала полное право вообще ее никак не образовывать. Но ее мать и бабушка выучили ее и ее сестер читать, считать и шифровать. С Джоном Адамсом Абигейл познакомилась, когда он приходил в гости со своим другом к семье Смит. И впоследствии он, кстати, говорил, что он сестер Смит, это девичья фамилия Абигейл, не находил нежными, что бы это ни значило. Когда они решили пожениться, мать Абигейл была в ужасе от того, что она выйдет замуж за провинциального юриста, но отец дал свое добро на брак и, в общем, они поженились. Джону была очень активная юридическая практика, он был адвокатом и был постоянно в разъездах, что вынудило Абигейл полностью взять на себя хозяйство, экономические вопросы, даже инвестиции. И, в принципе, их взаимоотношения очень хорошо понятны по многочисленным перепискам, потому что они много писали друг другу, находясь на расстоянии. Письмо, датированное 1776 годом, это, по меньшей мере, за два десятилетия до того, как Джон стал вторым президентом США. Абигейл писала ему о том, что она обеспокоена уровнем образования женщин и писала по поводу законодательной системы, что мы не станем подчиняться законодательной системе, которая не учитывает наших интересов и законов, которые, в общем, никак не берут в разрез женщин. В принципе, Абигейл была очень обеспокоена имущественным правом женщин и всячески это подчеркивала. Поэтому, когда Джон пришел, в общем, к власти, стал вторым президентом США, политические оппоненты ее супруга стали называть ее миссис-президент, потому что она очень активно участвовала во всех обсуждениях, была в курсе дел и проблем администрации, и, в общем, не вела себя, как Марта Вашингтона, ее предшественница, которая была молчаливым компаньоном. Абигейл считала, что это, в общем, недостаточная роль для женщины, и она считала, что она вполне может помогать мужу в построении его политической карьеры. Впоследствии, кстати, она стала еще матерью шестого американского президента и тоже очень активно следила за его политической судьбой. Это, понятно, из переписок с ее современниками. Но что, кстати, интересно, Абигейл была консерватором, и она активно считала, что основа общества – это стабильность, религия и семья, но не считала, что это каким-то образом мешает женщинам в утверждении их социальных прав и мешает их как-то домашней роли, традиционной. Более активная и более агрессивная политика по построению так называемой женской правовой системы началась уже ближе к концу XIX века и к началу XX века. Самый известный кейс – это, наверное, кейс английских суфражисток, в частности, Эмилин Панхерст, которая тоже, в общем, изначально все началось с образовательной системы, а потом перешло к обеспокоенностью права выбора. Она родилась в семье политически активных людей, и Эмилин была настолько обеспокоена собственным образованием, что она уговорила родителей отправить ее в парижскую школу прогрессивных женщин, и когда она в 20 лет оттуда вернулась, она свободно говорила по-французски, знала химию и знала бухгалтерию. Впоследствии она познакомилась с Ричардом Панхерстом, который тоже был достаточно радикальным человеком для того времени. Например, он активно выступал за отмену монархии, что, в принципе, по меркам того времени был ужас-ужас, по меркам Англии. Вместе они в 1889 году организовали Лигу за избирательные права женщин. И за 14 лет существования этой прекрасной организации ни один законопроект, который они пытались каким-то образом пропихнуть в палату урвардов, принят не был. В 1903 году, когда муж Эмилин умирает, она организовывает ВСПУ, женский социально-политический союз. И вот эта организация уже не вела себя абсолютно мирно. Все, что начиналось с перебивания либеральных спикеров на митингах и попыток провести радикальную реформу выборов через либористскую партию, превратилось в погромы, аресты и вообще в какие-то абсолютно радикальные действия. Дело в том, что с каждым годом позиция женщин становилась все радикальнее и радикальнее из-за того, что их игнорировали. И в итоге это пришло все к тому, что их начали арестовывать. Внутри тюрьмы они начали делать голодовки и их начали насильно кормить. Когда сообщения о подобном поведении тюремщиков просочились в общество, общество оказалось недовольным их поведением и в итоге насильное кормление в тюрьмах отменили. После освобождения Эмилин из тюрьмы бременно начались совсем уж радикальные акции, поджоги и подрывы. В частности, например, Эмили Дэвидсон бросилась под копыта королевской лошади на скачках, чтобы приковать внимание к проблеме выборов и роли женщины в них. А Мария Ричардсон изрезала мясным тесаком картину Веласкеса в знак протеста против ареста Эмилин Панкферс. Возможно, градус так повышался бы и повышался, потому что обе стороны вопроса становились все более радикально настроены друг к другу. Но началась Первая мировая война, и Эмилин Панкферс призвала суфражисток активно работать на заводах, занимать мужские рабочие должности. И в результате этого патриотического жеста отношение к женщинам к 1916 году в Англии вообще абсолютно в корне изменилось. И в 1918 году было принято долгожданное право голосовать получили женщины после 30 лет. Это не было удовлетворением всех требований суфражисток, но это стало первым шагом к утверждению женских прав. Пишите, ставьте лайки, репостите, участвуйте. Называйте меня ущемленкой, как это все любят, осуждайте. И, в общем, мне очень интересно знать ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok